По улице Николая Зинчевского перекрыли газ. В планах у работников отремонтировать все разрушенные дымоходы. Жители рассказывают, их предупредили всего за несколько дней до отключения. А сроки завершения ремонта никто не назвал. В пятницу вывесили объявление, что из-за того, что у нас не сделаны коньки на дымоходах, у нас написали, что отключать газ. Отключили всю улицу 20-го, сейчас у нас около Зинчевского, всю улицу по 20-м партизу отключили люди. Пожили люди, дети маленькие, нигде ничего. Люди с работы приходили в три часа, в пять часов, газа нет. Ответственность за исправность дымоходов несет управком. Сотрудники компании обязаны ежегодно проверять и ремонтировать систему газоснабжения. Домком обслуживают более 300 домов в городе. К выполнению работ уже приступили. Обещают, скоро приведут в порядок все дымоходы. Если мы не будем проводить ремонт оголовков в домах, это повлечет впоследствии законное отключение газа для жильцов. Так как ремонт оголовков является одним из важнейших элементов для поддержания их в рабочем состоянии и вывода впоследствии сгорающих газов. 83-й дом по улице Матросова без газа почти месяц. Об отключении голубого топлива и проведении ремонтных работ жители узнали 24 апреля. На следующий день дом обесточили. Оголовки дымоходов отремонтировали, но газ включили не всем. 25 апреля у нас был отключен газ. Полностью был обесточен весь дом. Они сроки не устанавливают, а требуют просто, чтобы мы начали все узаконивать, все проплачивать. Там у них согласно их тарифам. Покупали газоанализаторы. Криворожгази говорят, новые жильцы должны пройти инструктаж, как пользоваться газовыми приборами. И если они не узаконены, нужно исправить это. Только тогда они возобновят газоснабжение. Квартиры, которые на сегодняшний день остались без газоснабжения, это исключительно из-за тех нарушений правил эксплуатации систем газоснабжения, которые были выявлены нашими работниками. Этим жителям нужно обязательно привести систему газоснабжения в соответствии с действующими нормами правил. Пока нет газа, люди вынуждены пользоваться электроприборами. В большинстве домов старая электропроводка. А это может стать причиной пожара. Карина Гутяр, Роберт Сиваков, Первый городской.